Им доверяют житё и здоровье. 16 червя в Беларуси означает День медицинского работника. В шпиталях, поликлиниках, фельдшерских пунктах и родильных домах Гомельской области свой долг выполняют около 9 тысяч урачов и больше 17 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Доступность и якость послуг, выкрыстание у диагностиции и лечение новой технологии гарантуется всем гражданам. Наши корреспонденты наведали 1-е в регионе опековое отделение, которое размещается на базе 1-й Гомельской городской больницы. Летость установа отзначила 65-ти годов. Ровно в середине ее летопису значится дата открытия опекового отделения. В 2014-м устрою ввели новый корпус. Теперь это шматфункциональный областный опековый центр. Працуя отделение круглосуточно и окромя непосредственно комбустеологичной допомоги, специалисты оказываются так само медицинские послуги по лечению незагойных ран, пролежнев, трофичных язвов, а так само в области эстетичной хирургии. Ежегодно в отделении медицинскую помощь с ожогами и обморожениями получают около тысячи пациентов. Третий из них – дети. У нас помимо самого ожогового отделения в этом корпусе располагается реанимационное отделение для ожоговых пациентов. Штат двух отделений, более ста человек. Владимир Ковалев – загадчик отделения анестезиологии и реанимации. Был признанный наставником года. Научение молодых специалистов проводится, звычайно, за работой. Кожный выпадок лишить особливым и выключенным. Тому починающие урачи переймают не только в опыту диагностицы или отчаяния пациентов, а и у медицинской этыцы. У меня есть два прекрасных наставника. Это мой первый заведующий отделением реанимации из Жлобинской центральной районной больницы. Его зовут Ильев Тавидыч Рогинский. Он сейчас еще продолжает работать, хотя он на пенсии находится. И мой второй наставник – это заведующий отделением реанимации Гомельской областной клинической больницы Мурашко Сергей Николаевич. Это прекрасные люди, прекрасные специалисты. Учились всему, то есть и в медицинской работе, и этике дентологии, общении с пациентами, диагностике, лечению и человеческим качествам. Для диагностики и лечения Гомельская городская клиническая больница располагают всем необходимым обстановлением. По позабюджетной деятельности во установе выконали прогнозные показчики за 6 месяцев, как по платных послугах, так и по их экспорте. Это первое – эндопротезование тазастегновых суставов, а также пластичная хирургия на базе опекового отделения.